Всем хай! Вас приветствует YouTube канал Роман Нагатинский, уже не Рома Метрова. Ну, называйте меня как удобно. Хоть и Рома Метрова, хоть и Роман Нагатинский. Ну, ладно, проехали. Сегодня я сделаю обзорчик на журнальную серию нашей автобусы. Выпуск номер 42 автобуса модельки Маза 203. Ну, что ж, погнали! При покупке в журнальной серии вам выдается в комплект моделька, наклейка и сам основное это журнал. Но наклейку я не смогу показать, а покажу только вот саму модельку и журнал. Но пока модельку мы откладываем, посмотрим сам журнал. Наш автобусы выпуск номер 42 Маза 203 новое поколение. Стоимость данного автобуса составляет 2199 рублей. Такие вот Мазы. Обычные 203, это, скорее всего, 103 Мазы. Потому что вот рестайлинги. А вот Маз 23 на капринированном природном газе. Кстати-ка, просторный салончик. Хотя в наших московских Мазах там не такие сидушки. Схема автобуса Маза 203. Так, вот 6 картинки Маза 203. Это у нас служебный. А, это служебный. Просто тут, если тут написано, что он проходит по МКА, то я сначала подумал, что этот Маза 203 из предприятия Транспорт 21 век. Хотя это тоже возможно, но... Потому что в этом предприятии там тоже есть Маза 203, но там еще в основном бегают и МАНы. И не только. В принципе, там еще и КПГ нефазы бегают старые. Вот эти МАЗы, они до сих пор у нас бегают в Москве. Правда, говорят, что это в следующий год у них будет последний. Ну, работая. В МГТ. Республика Татарстан. Казань. Республика Беларусь. Минск. Тут тоже Минск. И Красноярск. Кстати-ка, судя по вот этой части самого автобуса, это МАЗ-152. Междугородний, скорее всего. Вот, конечно, вот это мои самые любимые автобусы из семейства МАЗов. Я практически все свое детство на этих МАЗах 107-х обкатал. Я их обожаю. Только не такие рестайлинги у нас ходили, а ходили МАЗы 107.066. Хотя и .466 тоже ходили, но редко. В основном 0.66 ходили, которые имели черный бампер. Вот я их реально обожаю. Это у нас МАЗ-152 Междугородний. Да, тут, да, Междугородний тут написано. Тут сама сборка. МАЗ расшифровывается Минский автомобильный завод. Хотя ЯМАЗ называю немного по-другому. Минский автобусный завод. Хотя МАЗ, он не только выпускал автобусы. МАЗ-103, МАЗ-203 и так далее. Кстати, оно хотело. Вот МАЗ-103 на капремированном природном газе. В Москве, по-моему, такого не было. Но, по-моему, есть КПГ в Московской области. Может, я и путаю. Но, по-моему, я их видел. А вот следующий анонс выпуска. ПАЗ-32051. Надежный профессионал. Сразу говорю, я в себя в коллекции масштабных моделях не буду покупать автобусы малой и средней вместимости. Я такое не люблю. Ну, максимум УАЗы 695. Но не прям всё. То есть, ПАЗиков я покупать не буду. Вот сама моделька автобуса МАЗ-203, передняя оптика. Присутствует вот этот шильдик МАЗ. Он как-то более-менее ещё можно прочитать. С исключением ЛИАЗа 5256 от журнальной серии, где там просто тупо кружочек. И там только намекает на то, что там написан ЛИАЗ. Это у нас задняя ось. А тут у нас передняя ось. При этом вот передняя ось, тут они отдельно. То есть, это колесо отдельно крутится, и это отдельно. А тут вот прям целое. Так, МАЗ-203. Кстати, как удивительно, что тут МАЗ написали, а не МОД-203. Или просто модель 203. Обычно так делают. Ну вот, задняя оптика. Салончик. Конечно, обидно, что он не прокрашен там, и отсутствует поручни. Это обидно. Модель сама выполнена из металла. Это 100% металл. Так вот остекление. Кстати, как говоря, тут остекление сделано довольно-таки неплохо. Это, в отличие от МАЗа, от автоистории. Я вроде смотрел про МАЗ-203 модельки. Я иногда и YouTube-каналы смотрю, где иногда даже у автоистории вот эти стекла, они прямо в салон вылетают. Но тут такого нету. Это хорошо. Вот задняя подвеска. Но она не функциональна, но выглядит прикольно. А вот тут вот передняя. Кабина тут вот так она выглядит, если видно. Приблизить не могу, потому что все у меня на подставке держится. Вот. Кстати, вот этот кондиционер, он вообще выполнен как-то странно. Согласитесь, вот этот. Типа, либо он просто тупо не приклеен до конца. Но зато, блин, зато понятно, что он сделан отдельно. А вот эти люки, скорее всего, они отлиты вместе с кузовом. За исключением вот этого кондиционера. И вот эти габаритные огни. Поворотники тоже с отливкой кузова. К тому же, еще зараза, вот эти зеркала заднего вида, они легко ломаются. Вот я этот МАЗ покупал еще в прошлом году. Вот это зеркало откололось. Мне пришлось суперклей подклеивать. И, кстати, как говоря, если кто видел обзор у меня на МТБ-82, то там лестница задняя, я ее приклею. А до этого она прям вверх упиралась. А я ее сейчас приклею, теперь все нормально. Вот эти, конечно, опечатки вот на зеркалах, это, скорее всего, это моих рук дело. Потому что я давно этот МАЗ приобрел. Он стоит у меня не в блистере, хотя блистер у меня от него, он сохранился. Для того, чтобы эта модель не пылилась. Ну, хотя и смысла не было его в блистере хранить. Проще можно было просто на полке вот так поставить и наблюдать. Кстати, еще вот эти диски. Там и запрошен вот этот логотип МАЗ. Удивительно. Помимо вот этого журнальной серии МАЗа-203, есть еще также, как я сказал, от Автоистории и от Старский Модус ССМ. Вот как раз-таки я планирую 203-й МАЗ Гуртанцевский взять от Старский Модус. Но это я возьму напоследок. И, кстати, как говоря, я вот этот МАЗ буду его продавать. А на проданные деньги, то есть я куплю этот МАЗ, а на деньги я потрачу на хорошую модель Лиаза 5256 от компании, ну, точнее, от производителя Дэм Прайс. Скоро на него обзор появится, когда я продам этот МАЗ и куплю себе Лиаз. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока!